Встречайте Вячеслав Чистов. Вячеслав, здравствуйте. Как бы вас правильно представить, вы рукодельник. Можно и так. Хорошее слово, мне нравится. Какой-то странный прибор, напоминающий, не знаю, зубную бормашинку, стоит на столе. Да, это самодельный сверленный станок, который я сделал у себя в гараже. Это как дрель, только стационарный, который стоит. Прекрасно. Ну, такой левша, кулибин, да, вот. Ну, ладно, давайте все-таки разбираться, что сейчас будет происходить. Возможно ли развить глазомер до миллиметровой точности? Узнаем вместе с Вячеславом Чистовым. Задание первое. Вячеславу будет необходимо просверлить, внимание, пачку бумажных листов. Ну, вроде бы, что такое, ничего странного. А мы будем просить, сколько листов из этой пачки просверлить. Вот это будет посложнее, мне кажется. Правда? Толщина бумажного листа представляет. Вячеслав, вы готовы? Да. Так, прошу, берем пачку сейчас под станок, а вы говорите, сколько листов просверлите. Да вы что? А просверлите-ка мне семь листов. Семь. Будьте добры. Давайте начнем вот с чего-то такого. Семь. 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 Оптики нет в приборе. То есть все на глаз. Давайте как-то посчитаем, покажем. Первый лист с отверстием. Второй с отверстием. Третий с отверстием. Четвертый. Пятый. Ольга просила семь. Пятый есть. Шестой. Полноценное отверстие. Седьмой. Тоже полноценное отверстие. Восьмой. На нем повреждений нет. Ну, ну мало ли. Ну, случайность. Нет, подождите. Да, Наталья. Три, можно три листочка? Три листочка. Если несложно. Слушайте, Вячеслав, ну вы там ничего не выставляете, да? Никакой электроник. А можно подойти близко посмотреть? Можно. Ну, то есть если этот прибор имеет какое-то, я не знаю, ну... А можно посмотреть, как вы это делаете? Программу управления. Нет, нет, все ручкой. Можно постоять здесь, да? Да, да. Можно над душой постоять. Итак, отверстие в три листа бумаги. Это не помешает? Вроде три. Проверяем. Вот этот верхний. Ну, я понимаю, да, то есть... Раз. Верхнее отверстие. Два. Два. Три. Три. Верхнее отверстие мы сейчас смотрим. Четыре. Там только вот так. Из предыдущего эксперимента. Я не понимаю, как так вообще. Это приятно выглядит. Василий Андреевич, поделитесь впечатлениями. Ну, не в смысле, ну, что вы там увидели? Там как-то подозрительно, нет? Нет, ну, я грешным делом подумал, может быть, какой-то трюк или что-то. Это впечатляет, на самом деле. Усложним. Теперь Вячеслав будет сверлить заказанное количество листов на лампочке. И постарается не повредить ее. Звучит фантастически, но давайте посмотрим. Лампочка стеклом вверх, естественно, ставится. Ага, во-во-во, вот это стекло, да. Никто не хочет проверить стекло без повреждений. Так, молодой человек. Вот стекло. Верю. Ну, то есть лампочка как лампочка, да? Лампочка, она и в Африке лампочка. Понимаю. А вот один лист положите, пожалуйста, и просверлите его. Лист без отверстий. Так, а лампочка тоже просверлилась? Нет, лампочка цела. С лампой цела. Да, цела. Жень, вам нравится то, что вы сейчас видите? Очень. Это кажется вам убедительным? Мне очень нравится. Пока запал не прошел. Можете сделать так. Вместо лампочки, Жень, кладете свои часы. Ну и будем смотреть. Ну, не хотите, телефон. Ну, что выберете? Давайте начнем с телефона. Хотя бы. Жень, я знал, что вы человек отважный, но это безрассудство. Вы правда готовы телефон положить? Ну, давайте попробуем. Ну, давайте попробуем. Телефон. Ну, все уж там. Чем черты. Значит, вот этот телефон Евгении Пупунаешвили за большие деньги. Я понимаю. Вот это лист бумаги и ваш сверлильный станок из гаража. Ну, решайтесь. Надо пробовать. Начинаем? Да, пожалуйста. Нет, Жень, я бы на вашем месте следил за происходящим. Мне кажется, как-то долго это все происходит. Ну, это полдела. Ну, хорошо, да, отверстие. Жень, обследуйте телефон. Пылинку сдуть. Пальчиком. Чисто. Вячеслав, эти аплодисменты вам. Я не знаю, о чем мы должны сейчас разговаривать. О том, что вы кулибин и придумали какой-то хитрый станок, который мы не успели рассмотреть. И не очень понимаем, как он там, вот эти микро... Какая толщина листа бумаги? Толщина листа бумаги одна десятая миллиметра. Один миллиметр. Вы хотите сказать, что вот этой глубиной прохода сверла вы рукой просто... Я чувствую, вот когда лист проходит, то есть там есть небольшой, такой как бы ударчик, небольшой щелчок, и можно... Какой вы чувствительный. А вот что-то мельче листа вы не готовили, никакого, нету объекта, который можно попытаться... Ну, я сейчас могу предложить просверлить кончик карандаша, грифель карандаша, тонким сверлом. Грифель сам по себе очень хрупкий, вот. А станок должен быть очень-очень хорошим, чтобы сверло не било и не сломило кончик грифеля. Ну, давайте, нет, это правда ли вам будет наш? Сверло уже потребуется другое, можно посмотреть сверла, которые я с собой взял, насколько они миниатюрные. КОНЕЦ Это правда класс! Я не знаю, как у вас, у меня от таких есть дух захват. То есть вы проволочку вставили, да? Классно!